Это новости ОТС и мы продолжаем. В Куйбышеве спасают одну из главных достопримечательностей райцентра самолет Ил-14. Крылатая машина стояла на частной земле и владелец территории через суд потребовал освободить место. И вот спустя 30 лет видавший виды самолет перевезли в парк. И скоро на борт бывшего летательного аппарата вновь поднимутся реставраторы. Сохранить куйбышевского Илюшу, как его называют местные жители, оказалось делом непростым. На это реставратору Илье Аксарину и его команде потребовалось полтора месяца кропотливого труда. Работы оказалось больше раза в три. Потому что я не думал, что здесь такое катастрофическое коррозионное состояние. Потому что я в него в прошлом году залазил, если честно, осматривал его. А там лежал такой значительный слой мусора под самую палубу. И основные очки коррозии просто были не видны. Ил-14 в Куйбышеве появился больше 30 лет назад с стараниями председателя горосполкома и бывшего авиатора Анатолия Петрова. Он мечтал организовать в салоне детское кафе. Последние несколько десятков лет Ил просто разрушался от коррозии и вандалов. Реставраторы дали самолету возможность жить дальше. Деньги на восстановление собирали неравнодушные к авиации люди. Помог сенатор Владимир Лаптев. Из центра города самолет переехал в Первомайский сквер, где его установят на высокие антивандальные опоры. По словам реставраторов, работы еще много. Самолет предстоит покрасить. Старую краску пришлось смыть. Восстановить иллюминаторы, сделать подсветку. Для уроженца Новосибирска Илья Оксарина, Куйбышевский Ил-14, второй, восстановленный на малой родине самолет. Начинал когда-то с Ту-104 в Бердске. Занимались мы с Марией Кармановой, которая до сих пор этот самолет ведет. Вот мы и помогаем. Ну так как я сейчас обитаю в Москве, то помогаю ей в основном запчастями, которые добываем и через ПАУ Туполев, и через ряд авиаремонтных заводов и так далее. Потому что старые запчасти добыть очень сложно. Томск, Тверь, Рыбинск – это неполный перечень российских городов, где уже восстановлены авиационные памятники. Делать это необходимо, уверен Илья Оксарин. Ведь они являются частью нашей истории. Солидарны с реставратором и куйбышевцы. Было принято правильное решение остановить. И я думаю, что место здесь для него самое такое, что подходящее. Впрочем, новое место жительства самолета одобрили не все. Многие горожане уверены, можно было найти более подходящее. Но главное, что куйбышевский Ил-14 восстановлен и сохранен. Поддерживать его в надлежащем состоянии команда Оксарина намерена и дальше. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС.